Село Красненькое, Рыбницкий район. Наталья Бадичко здесь живет около двух лет. Она вместе с семьей переехала из молдавского Аргеева. Уже тогда тарифы на коммуналку в соседней стране были неподъемными. А то, что сейчас происходит, вообще немыслимо, говорит Наталья. Я платила там за газ тоже котел, это двухконтурный, чтобы была и горячая вода и отопление. Я платила 2-2,5 тысячи. Это подкручивали, чтобы это самое экономное было. А сейчас 15-70. Сейчас невеста уже не очень-то и газом пользуется. Да, они сидят, не больно включают. Говорит, поставила на 19 градусов его, чтобы чисто поддерживал плюсовую температуру. В Молдове куб газа сейчас больше 15 леев. А люди еще не пришли в себя после роста цен на коммуналку в конце прошлого года. Тарифы снова подняли задним числом с 1 января. Какие будут цифры в платежках, и подумать страшно. Ой, бедные, как они выживают, только они и знают. Кто имеет свое подворье, то выживают, потому что имеют все свое. А кто живет на этажах, не больно выживать легко. Сама знаю, я на пятом этаже жила. Сама знаю, что пенсии моей не хватало, мне едва хватало на услуги. Даже не хватало, я еще у детей выпрашивала денежку. Потому что у меня пенсия тогда была 1200 лей. А только на газ приходило 2-2,5 тысячи. За газом в Молдове выросли цены и на тепло. Примерно в полтора раза. До 2169 леев за гикокалорию. За киловатт электричества теперь надо платить на лей больше. Не спасает и компенсация, которую выплачивают из молдавского бюджета. Там копейки. Платежки приходят существенные. Например, в этом году, вот сейчас, когда было подорожание, с учетом компенсации, у меня вышло около 1800 леев. Если раньше платил намного меньше, то даже эта компенсация 500 леев, она никак не помогает. А это Татьяна Басько. Сейчас живет в Дубосарах. Тоже ЖКХ-мигрант из Кишинева. Говорит, там зарплаты повара не хватало. А здесь, в новом доме, заканчивает ремонт. Уже третий год. Мы очень довольны. Очень довольны. Во-первых, самим городом довольны, потому что город тихий, чистый, люди хорошие. Ну и, конечно, коммунальный. Сейчас в Молдове что творится. У меня подруга живет в водоводах. У нее двухкомнатные, вот эти хрущевки двухэтажные. И вот она получила за отопление сейчас 3000. А у нее зарплата, она заработает в садике няни, у нее зарплата там 4. Вот как хочешь, так и живи. А это только из-за отопления. А еще плюс свет, а еще плюс вода. Вот в этом месяце мы так разорились аж на 480 рублей. Считаем, что это просто цветочки. У нас тепло в доме, хорошо. В Молдове сейчас коммунальный ад, говорит Татьяна. Теперь к переезду в Приднестровье готовятся ее родственники. В Дубосарах нашел работу и супруг Татьяны. Он работал в такси в Кишиневе. А сейчас же там поднялся газ, метан очень поднялся. Сейчас вот почти 18 лет. И сейчас таксисты там уже забастовки в Кишиневе. Так что вовремя мы перебрались, я считаю. Брат уже мой хочет переезжать, но ему еще два года до пенсии той Кишиневской, Молдавской. И он говорит, как только я на пенсию выйду, я сразу сюда перееду. Он уже был и смотрел варианты. У меня на Ботанике есть родственники. У них огромная квартира, очень большая площадь. У них дела что-то не очень хорошо пошли. И им просто не по силам. Там около 10 тысяч за отопление только. Так что они тоже подумывают. Хотя бы было тепло, а так же не тепло в квартире. За теплом к нам едут и из Гагаузии. Тамошний общественник Михаил Влах рассказывает, таких переездов с каждым повышением тарифов только больше. Я знаю конкретно, что они будут дальнейшими, их будет очень много. Потому что, допустим, вот у меня близкие, мои знакомые, мои близкие семьи, они родственники живут у вас в Приднестровье. Имеют дом, имеют все. Так вот, ихняя семья полностью переехала туда на землю. Полностью. То есть они оставили нашу работу, взяли нас за свой счет. Зарплаты бюджетника или пенсии, чтобы платить за услуги в соседней стране, просто не хватает. В Гагаузии люди в домах даже не включают котлы. Все равно платить нечем. Жители, в принципе, не топят в домах. Ходят в пальто, ходят в одеялах, спят в холоде. Потому что невозможно при таких зарплатах в 3-4 тысячи лей платить за газ. А пенсионерам, которые получают тысячу лей, полтора тысячи лей, 800 лей, это вообще полная беда. В Молдове в конце января снова ввели ЧП в энергетике. В Гагаузии в этом винят руководство страны и хотят цены на газ, как в Приднестровье. Написали письмо в «Газпром», просят, чтобы поставки шли напрямую, без посредника Кишинева. Может быть, молдавская власть каким-то образом хочет спровоцировать общество на массовые, так сказать, волнения. Я говорю о каком-то демократическом выборе общества защищать свои права посредством массовых акций. Не исключаю, что в какой-то период нынешняя власть обратится за помощью к соседней стране, к Бухаресту, о помощи подавления акций протеста. И мы завтра увидим на центральной площади Кишинева румынских жандармов. Протесты уже идут. Накануне в центре Кишинева перед молдавским парламентом люди высыпали кучу кизяка. Спрессованный навоз сейчас используют в селах, чтобы топить печи. Тем временем в Молдове дорожает все. Уголь, дрова, продукты. Цены на хлеб на неделе выросли на треть. Подорожал сжиженный газ. Водители маршруток уже предупредили власть, что завтра выйдут на трехдневный протест. У Кишинева постоянно возникают проблемы с оплатой перед Газпромом. Кризис в Молдове только усиливается.